что получите когда берете конора макгрегора на роль актера боец который не умеет играть но к счастью в этом фильме блеснули места где мага где мага мог процветать сцены драк речь идет о придорожном доме который стал объектом угроз со стороны семейства брандт они хотели снести его и его чтобы продолжить развитие глазки и зарабатывать на этой земле и вот далтон бывший был привлечен для того чтобы справиться с угрозами фрэнки владелец регулярно сталкивался с ними с сюжетом достигающим нереалистичной степени вероятности давайте перейдем к видео и разберем все что из него можно извлечь вот обзор roadhouse и разъяснение концовки просто хочу вас предупредить в этом видео будут спойлеры мое мнение о фильме я полагаю если принимать фильм за то что он есть то его можно наслаждаться мы что вы смотрите этот фильм ради гаде гны сюжета или актерской игры смотрите этот фильм и очень хорошо вставленных боевых сцен жестоких моментов и банальных реп реп которые часто появляются и очень чувствуется что история послеплена вокруг этого они вокруг боевых сцен интегрированных в историю поэтому глядя на боевые сцены мы были погружены в них сам сначала часть фильма в которой пост мэл он участвует в какой-то голой кулаке исса и сначала это было хореография очень хорошая на самом деле я бы сказал что несмотря на то что у поста мэллоуна было не так много актерской работы он выглядел и играл роль хорошо это было достаточно убедительно для короткого камео которое у него было первые 20 минут как бы установили из ту история была на месте у алтона было беспокойное прошлое когда он не хотел говорить о том что произошло даже когда он был в октагоне и что он сделал со своим другом но был общий бойцом который был по сути непобедимый и мы видели как это нарастает в первом акте их достигнут и когда мы видели как он берется за банду байкеров выметая их всех в считанные секунды что было комично и зрелищно что касается боевых сцен они действительно привлекли внимание так как казалось что они происходили практически каждые 10 минут что как я уже сказал вероятнее всего основная причина по которой вы смотрите этот фильм мне понравился хаос в баре и сцена драки нокса и долтона где все переключалось на точку зрения и ракурс камеры это действительно интересный и инновационный подход не часто получается увидеть конора макгрегора идущего на вас с точки зрения того кто получает удары поэтому это было погружающим и отриятно подходило для сцены касается сюжет уже то я он был довольно банальным и содержал все возможные штампы например любовный интерес который казалось примкнувшим с ним едва ли не силой и конце плюс она также была дочерью кого-то кто был захвачен жизнью преступления и был нечестным полемплейским кроме того у вас также был маленький ребенок который спустил главного героя на землю и в конечные итоги помог ему учитывая что этот фильм был переосмыслением фильма 1980-х годов казалось что в нем есть это настоящее потому что вероятно я то время это было сделано не так много на из моих главных проблем с этой историей заключается в том что она никогда не была похожа ни на одну из злодеев фильме были на высоте и не вступали далтону поэтому их успех был на самом деле невозможно до банда байкеров бен брандт или но и линкс не помните меня неправильно бой с ноксом в конце был жестоким и далтон был на грани я был близок к тому тому быть убитым но это было похоже на то что вся эта история с придорожным домом закрытия никогда не было бы вас бы важным просто разбивался каждую ночь на что я просто покупался сцена с боем далтона и нокса в конце точно можно отнести к лучшим моментам способ каким далтон закончил этот бой был абсолютно жесток и я этого не ожидал насчет джейка джилленхола он вероятно был одним из лучших в этом фильме был идеальным выбором для этой роли и будучи честным часто попадает в точку так что я ничего другого и не ожидал он вжился в сложное про на это персонажа и в чудовище что в нем скрыто и бы вода вели мы бы и увидели это чудовище до его подтолкнули слишком далеко мы наконец увидели это чудовище теперь о норе макгрегори к счастью у него не было слишком много реплик потому что некоторые его тексты не зашли лалось что у него всегда было одно и то же выражение лица и его реплики редко состояли более чем из семи слов вхождение в персонаж не случилось ему дали роль для привлечения вниманием фильму цветовая палитра в фильме была шикарная а уловила атмосферу фильма а фиолетовые синие и зеленый тонн это застряли у меня в голове нецененные осталось музыку вероятно ее забудут разные группы в баре при драках классный выбор и создали сферу бара и обеспечили ритм боям удивительно что продолжительность фильма около двух часов это казалось около полутора часов так мне было удивительно я не думаю что это фильм как фильм запомнят он не один из тех которые люди оценят высоко потому что основы хорошего фильма как история и актерская игра просто немного отсутствуют с точки зрения боевых сцен это то что запомнится если вы хотите просто хороший веселый фильм это 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 что вроде фильма на пятничный вечер и если смотреть то понравится что есть вещь что я вынес это кто по вашему победит в бою далтона и ричард а это кроссовер который это не ожидал что захочу до того как включил фильм нет объяснен что касается концовки этого фильма мы видели что далтон был доведен до предела когда мы увидев что книжная лавка чарли была сожжена как предупреждение чтобы он ушел из города с этого последней каплей он узнал о встрече и как только отец элли сказал ему что она похищена он понял что это уловка чтобы заставить его туда идти и так он создал взрывчатку с целью сорвать встречу и показать что он не собирается уходить после взрыва он спас элли но бен брандт увез ее на лодке когда далтон забрался на лодку где был ногс он вытолкнул его и поплыл за беном затем когда все оказались на одной лодке лодка столкнулась с дорожным домом и уничтожила его это был весьма план бена но этот момент далтон вырубил бена там где он думал что был в безопасности но ошибался ногс вождя автомобилем въехал в дорожный дом и здесь мы увидели окончательную схватку один из моментов выстрел за защитной клеткой группы словно они были в октагоне дели равный бой далтона и ногса с грустным для далтона концом он вытащил прошедший сквозь него кусок дерева и жестоко атаковал ногса безжалостно убил бена через секунды от того что тот раздражал его появление отца или он готов прикрыть далтона который спас его дочь далтон уже закончил в городе но его пребывание облегчило жизнь многих жителей оставил чемодан с беновыми деньгами в книжном магазине для чарли и ее отца кроме того персонал бара теперь был оборужен навыками позволяющими бороться с неприятностями которые продолжали пребывать туда не менее теперь когда бренд ушел из игры он вероятно больше не понадобится не знаю переживал ли он из-за того что сделал со своим другом в октагоне или он ушел от этого или это было что-то что просто будет преследовать его до конца его дни и был почти его способ узнать на что он стон особен и как он сказал в начале никто никогда не побеждаешь до бою и он знал это тот факт что он отвез людей с которыми он боролся в больницу это то что он сделал где потому что он не хотел чтобы бремя того что с ними что-то стучилось было у него на уме как случилось с его девугом поэтому он продолжал это делать только как только он пошел в эту темную часть своего разума ему стало все равно думаю ли я что будет продолжение фильма лично я так не считаю там была сцена после титров где мы видели что персонаж конора маграмара нокс каким-то образом выжил я действительно не знаю как он это сделал потому что конечно никто не переживет то через что он прошел но я не вижу чтобы они сделали еще один это похоже на то что все сделано один раз ты все и мнение концовки придорожного домика и рецензия на фильм